Очень неожиданно В русской литературе вдруг появилось нечто такое, чего никто не ожидал Потому что все думали, что развитие русской литературы в 20 веке Это, вне всякого сомнения, движение навстречу реализму И так оно и было в произведениях многих писателей Если мы возьмем того же Шолохова, того же Горького в 20 веке Несколько иначе двигалась параллельно линия Андрея Белого шла Из Андрея Белого возникло два гениальных писателя Набоков Но, несомненно, из Андрея Белого возникает и Белая гвардия Булгакова Мы, к сожалению, знаем Белую гвардию прежде всего по фильму Замечательному, чудесному, но совершенно не по Булгаковскому фильму Потому что роман Белая гвардия Он не такой, там нет вот этой определенности и четкости характеров, образов, зримости их такой Ни в коем случае Потому что Белая гвардия, она вся как бы слеплена из комьев Пурги, снега И, соответственно, и стиль этого романа такой Как какой-то вихрь, какой-то буран Какая-то гражданская война, проще говоря, кровавый буран То есть это вот Фантастики там нет Там все исторически верное и достоверное Но этот роман, конечно, Белая гвардия Он написан скорее в традициях вот Москвы Андрея Белого Даже не Петербурга, а именно романа Москва Серебряный голубь Андрея Белого То есть там вот какая-то кишащая такая масса И хотя мы знаем прекрасно, что Булгаков Сын священника, заслуженного священника Отчасти даже богослова Булгаков, конечно, к событиям революционным Гражданской войне относился соответствующим образом То есть, конечно, он всей душой отвергал все коммунистическое Нет, он не был религиозным Наоборот, как всякий сын священника Он немножечко был религиозным Несколько присыщен Это кристаллами выпадало Булгаков шел путем Чехова Он хотел быть врачом И поначалу его рассказы вот Замечательные Ну что стоит этот медицинский рассказ Где приходит к нему крестьянин И говорит, что не помогают Вы прописали мне горчичник, не помогают А потом выясняют, что эти горчичники он поверх тулупа лепил Как всякий врач, он немножечко такой-то Немножечко по отношению к человеку был наблюдателем С некоторой иронией над человеческой природой Вот Выступая, скорее, больше в роли наблюдателя Нежели в роли, так сказать, наставника и целителя человеческих душ Поэтому, кстати, роман «Белая гвардия» Я считаю, до сих пор не прочитан Там ведь нет Там ведь нет той определенности, которая была у самого Булгакова Сам Булгаков четко был на стороне белых У него есть много филитонов и много материалов о зверствах ЧК Которые действительно были эти зверства чудовищные совершенно По захвату мирного населения Как гимназиста арестовывали только за то, что он гимназист Инженера арестовывали только за то, что он инженер Как арестовывали, потом выпускали, потом снова арестовывали Просто потешаясь и в конечном итоге убивали Все это правда и все это было И Булгаков это всей душой отвергал И был на стороне белых Хотя он видел, конечно, и с той стороны зверства тоже видел И, естественно, как всякий нормальный человек Решительнейшим образом это не принимал, отвергал И искал человеческую позицию в этом бесчеловечном мире И понадобилось время, чтобы найти адекватный писательский язык для выражения этого времени А адекватный писательский язык оказался языком Ну, я бы сказал, все-таки языком Гоголя прежде всего Может быть, языком раннего Чехова и языком Гоголя Он увидел то, чего еще никто не видел Он увидел, что в России проходит какой-то страшный эксперимент Эксперимент над человеком Он увидел размах и масштабы этого проекта Потому что под маской марксизма В России действительно проводился некий эксперимент Научный, я бы даже сказал Ну, сейчас-то мы уже понимаем, что это был псевдонаучный Лженаучный Но участвовали-то в этом многие-многие ученые Кстати говоря, научное и верное Это ведь не синонимы У науки тоже есть свои заблуждения За которые она довольно цепко держится Это не значит, что научное мышление и научное сознание Может быть отброшено, отвергнуто и так далее Но у науки есть свои тараканы И такими тараканами была несомненно твердая уверенность Что существует якобы какое-то социальное учение Или какая-то социальная теория По которой можно людей Соответствующим образом переделывать Выстраивать, выкраивать И якобы существует некая будущая история Если прошлая история Так сказать, ее действительно можно изучать Якобы можно заранее план будущей истории вычертить Все это, условно говоря, называлось марксизмом Хотя, конечно, и марксизм При всех своих несомненных заблуждениях А этих заблуждений выше головы Этих заблуждений выше головы Но все-таки это еще оставалось в какой-то мере научным методом Другое дело, что, ну, говорил Маяковский Марксизм, оружие, метод Применяй Революционный метод Применяй умеющий метод этот Умеющий Применяй метод Но эксперименты над живыми людьми И даже над целыми общественными слоями Над крестьянами, над рабочими Над интеллигенцией Которых вообще за людей не считали Согласно Согласно Вульгарно интерпретированной Марксистской Теории Ведь Это поразительно, но Как это до сих пор не видит, что У Маркса же есть совершенно Никакими Неподтвержденное Ничем не аргументированное Положение О том, что существует какой-то пролетариат Никто не знает, что это такое Которому нечего терять кроме своих цепей И этот пролетариат Якобы лучше всех остальных Он лучше буржуазии Он лучше даже Он лучше крестьянства Только потому, что Он, конечно, лучше интеллигенции Только потому, что Тем есть, чего терять А ему нечего терять Ну, я не знаю, что такое пролетариат Может, это то, что Сегодня называют нас гастарбайтеры Но гастарбайтеры Как раз работают И им есть, чего терять Это какая-то химера Кабинетная химера Странно, что она родилась В голове Серьезного ученого Каким, несомненно, являлся Маркс Но это лишний раз Свидетельствует о том, что Наука не является панацеей От величайших заблуждений Но я бы не говорил об этом В связи с Булгаковом Но если бы Булгаков не был одним из первых Кто понял истину И почувствовал Истинный размах заблуждения И я бы сказал, что Первая вещь, где он это все, так сказать Понял, прочувствовал и показал Это, несомненно Повесть «Роковые яйца» Вот Эти роковые яйца Где выводится нечто Нечто страшное для человечества Особым инкубационным способом Это, конечно Первая попытка понять Размах того эксперимента Который проводится на территории Бывшей Российской империи Булгаков Лучше других И острее других Чувствовал Что Рано или поздно Этот эксперимент Закончится Чем-то чудовищным Чем-то страшным Чем-то еще более страшным Чем Гражданская война И революция Он действительно Закончился чем-то более Страшным Террором Ужасающим террором Который обычно обозначают Тридцать седьмым годом Хотя он Гораздо раньше начался Тем Тем, что мы называем Сегодня Раскулачивание Вот И тем, что От чего Общество С большим трудом Избавляется До настоящего времени Потому что Это была такая Массовая Какая-то Катастрофа Вот И Булгаков Как писатель Он Конечно Писателю Лучше быть вдали От политики Писатель Это человек Который имеет дело Тут прав Пожалуй Алексей Максимович Горький Который сказал Назвал писателя Инженер Человеческих душ Но это уж слишком Вот само это название Инженер Человеческих душ Вот как раз Говорит об этом эксперименте Над человеком Что якобы Можно там Чего-то копаться Чего-то переделывать Плохое Убирать Хорошее Вставлять И так далее Вот У Булгакова же Было очень ясное понимание Что Человек Является Все-таки Высшей ценностью И что В нем Ничего Нельзя Не переделать Не изменить Что Природа человеческая Неизменна Он это Может быть Еще и как врач чувствовал Очень хорошо Вот Ему удалось найти Образ Который Совершенно Ну Совершенно По степени своего Обобщения Концентрации Ни одному Писателю Такое Не Привиделось И не удалось Увидеть Нельзя сказать Что он этот образ Слепил из воздуха Вера Вера В то Что человека Можно Обессмертить Она была Так сказать Общеизвестной Общепринятой И даже иногда говорилось Ну мы еще не победили смерть Ну конечно Пройдет какое-то время И смерть будет побеждена Ну для этого Конечно Феерические успехи Науки Действительно Которые Избавило человечество От многих Болезней Которые были Когда-то Неотвратимыми Неизлечимыми Ну вот Или Загнало эти болезни В угол То конечно Это все Было на глазах У Булгакова Ну Ну Одновременно Велись эксперименты По выведению Нового человека Человека Будущего Ну Это дошло Даже До нашего поколения Ведь Пелась песня Слышишь Как гудит Земля Слышишь Как дрожит Земля Новый человек По земле Пройдет Что это за новый человек Такой Отголоски Ницше Ну да Как ни странно В России Восторжествовала Некая такая вот Смесь Марксизма С Ницшеанством Это все Вместе шло Но Просто Марксизм был Проповедовался Как Основополагающий Единственно Правильное И научное Якобы Научное Мировоззрение А Ницшеанство Было Отвергнуто Но тем не менее Она существовала Внутри этого Марксизма Она существовала Непричинливым образом Преломлялась И в голове Маяковского И в голове Многих других Революционных Таких Революционно настроенных Деятелей Которые Приняли Так как Приняли Революцию Такое слово Такой термин Принять Революцию Да Но если Для Маяковского Принимать или не Принимать революцию Для меня такого вопроса Не было Моя революция То для Булгакова Не было вопроса Принимать революцию Он ее Не принимал Никакими Всеми Отвергал Всеми клеточками Своего тела Он ее решительнейшим образом Отвергал Но что самое Удивительное Он Никогда Никогда Не скрывал Своего Полного Неприятия Всего Марксистского Ну якобы Марксистского Мировоззрения Потому что Называть То что У нас Установилось В качестве Государственной Идеологии Марксизмом Было бы Не совсем честно По отношению К Марксу Конечно Маркс имел в виду Нечто другое Даже Ну даже Взять Если вот Термин Диктатура Пролетариата То Маркс имел в виду Три дня Три дня Для установления Там вот Водопровод Там Канализация Полиция Вот Для наведения Порядка Но При новой власти Вот на эти три дня Маркс допускал диктатуру Конечно Называя Коммунизм Скачком Из царства необходимости В царство свободы Ни Маркс Ни Энгельс Ни Сном Ни Духом Не помышляли О том Что установилось В России В Китае И в других странах Которые Якобы Ступили На марксистское На путь Марксистского Преобразования мира Ну Не говоря уже о том Что Даже по теории Маркса Революции Все эти Преобразования Переход От капитализма К социализму Тогда еще не делили Коммунизм и социализм Тогда еще Социализм Просто говорили Вот Имелось в виду Для Высокоразвитых Промышленно развитых Государств Типа Сначала Маркс имел в виду Прежде всего Германию Германия Затем Англия Но все пошло Не по этому сценарию Все пошло По совершенно Другому сценарию Вот И Революции Произошли Как раз В странах Которые Далековато Были От Совершенства Еще У них Не произошла Масса Индустриализация Толком Еще не было Промышленно Развитого Настоящего Промышленно Развитого Производства Вот Они еще только Переходили Начинали И вдруг Все это Грянуло То есть Все это Сопровождалось Тем, что Родились Химеры Мифы И Одним из таких Мифов Была Вера В переделку Медицинскую Переделку Человека Не только Идеологическую Перевоспитание Так называемое Ну К чему сводилось Перевоспитание Это Булгаков Блистательно показал Блистательно показал Все У Профессора Преображенского В доме Все время Поет хор И Профессор Преображенский Говорит Но если я вместо того Чтобы оперировать Вот Начну петь хором То Будет Разруха И что Такое Разруха Разруха Она не в цехах Разруха Она в головах Где У Маркса Написано Что Нельзя Что Надо забить Гвоздями Вход Парадная И установить Вход Вход Где У Маркса написано Что Надо убрать Ковры Вот Где у Маркса Сказано Что нужно гадить В туалете Мимо унитаза И так далее Профессор Преображенский Это фактически Говорит Голосом Самого Булгакова Вообще Мы не совсем правильно Представляем Себе Время До Установления Вот Уже Уже Такого Совершенно Тотального Тотального Террора Ведь Когда После Смерти Ленина Вернее Еще при жизни Ленина Был объявлен НЭП Новая Экономическая Политика Ленин Сам Говорил Неоднократно Что НЭП Это всерьез НЭП Движется Зарплату Выдают Гречневой Кашей Каши на всех Не хватает И вообще Все остановилось Нужно деньги А Ленин говорит Ну Так Если деньги Значит капитализм Да Говорит Бухарин Капитализм Экономика Капиталистическая А власть Социалистическая Вот На этом и порешили Но Чтобы Для Страстки Чтобы Не подумали Что это Послабление Расстреляли Гумилева Это Ленин Так сказал Расстрелять Там Посадить Чтобы Не подумали Что мы Отступаем Ни в коем случае И продолжали Время Кого-то Хватать Кого-то Сажать Вот Но Строй Начиналось То Что Потом У нас Снова Возродилось В начале 90-х годов Где-то Вот НЭП Какие-то Какие-то Предприятия Какие-то Частные собственности Был брошен Лозунг Крестьянам Бухаринский лозунг Обогащайтесь И крестьяне Действительно Стали обогащаться Появилась собственность Появились богатые крестьяне Ну все В общем нормальная Какая-то жизнь Началась Стали открываться Частные Какие-то маленькие Издательства Благодаря чему Кстати говоря Вот Театральный роман Булгакова Театральный роман Писатель В частном издательстве Хочет издать Своё Своё произведение Как В виде романа У него там не получается Это другое дело Но он Хочет издать В частном издательстве Сам Булгаков издаётся В общем Короче говоря Это время Нельзя вот так Говорить Вот советская власть Вот она Вот всё Нет советская власть Посверепствовала Значит У У У нее ничего не получается И она стала Как-то так Самореформироваться Самореформироваться То что потом Потом было Опять всё Приостановлено И Были объявлены Врагами Так называемые Непманы И И снова А крестьяне Разбогатевшие Были объявлены Кулаками И раскулачивали И Ссылки в Сибири Расстрелы И всё такое И массовые казни И всё остальное Это потом Это потом Булгаков же Вот Пишет о периоде Совершенно другом Булгаков пишет О периоде Где Существовала Даже некая Относительная Свобода Слова Но Если Обратить внимание На идеологию Того времени То Был примерно Так установлено Что Можно Можно Смеяться Над Бюрократами Можно Смеяться Над Непманами То есть Над Предпринимателями Вот Можно смеяться Над простыми людьми Но нельзя Смеяться Вот Над Самими Основами Над Марксизмом Так сказать Над Партийными Партийными Работниками Напрямую Вот Это все было нельзя Но в принципе Это тоже нарушалось И смеялись Смеялись Вот В этом отношении Очень интересна Судьба Романа Ильфа Петрова Дилогии 12 стульф Золотой теленок Которые даже Вначале Понравилось Сталину Потому что он Увидел там Смех Над Так называемыми Пережитками Прошлого Над дворянством Восесуали Ипполит Матвеевич Вот Предводитель Бывший предводитель Дворянства Союз Меча И Орала И прочие вещи Вот А потом вдруг он разглядел Что это еще сатира И над уже Сегодняшним Строем И над Тем Что вытворяет Партийные боссы Под разными Так сказать Личинами И Роман был запрещен В конечном итоге А Булгаков Пишет свои Значит Возможно Сатира Под видом Сатира Два жанра Сатира И фантастика Оба Эти жанра Как бы Свыше Разрешены Правда Свирепо Расстреливают Пельника Правда Запрещают Замятина Все это так Но тут уж Кто на себя Что возьмет Всех Как тогда думали Не расстреляешь Всех Как тогда думали Не посадишь Потом Сталин доказал Что всех расстреляешь И всех посадишь Но тогда Казалось Что это Ну да На кого-то На кого-то Обрушилась А кто-то Останется Продолжать свое дело И эти кто-то Их очень много Собачье сердце Собачье сердце Собачье сердце Это Это конечно Даже не памфлет Это философский роман Философское поисто В центре Две фигуры Профессор Преображенский И Шариков Там еще много героев Но вот эти две фигуры Вот они В центре Той эпохи Профессор Преображенский Это Вся Российская Интеллигенция То есть Весь российский ум Вот И судьба Вот кстати говоря Профессора Преображенского Это Очень интересно Если исторически Это проследить Смотрите Как было Дело Вот допустим Были два брата Вавиловых Один стал Крупнейшим физиком И возглавил Академию наук Другой был Крупнейшим И был Он И остается И по сей день Величайшим Ученым Генетиком Вот Но один Возглавил Академию наук Другой Возглавлял 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 В конечном итоге Умер В саратовской тюрьме Или Возможно Даже Его просто Уморили голодом Вот По официальной версии Он как бы Умирает Просто От голода В саратовской тюрьме Вот Величайший генетик Ученый Крупнейший Так что Профессор Преображенский Собирательная фигура И его Удивительная судьба Вот в этот период Сразу После военного Еще идет Действие Происходит еще в эпоху Военного коммунизма Еще Еще НЭП наступает Но Эпоха военного коммунизма Вот эти Жуткие Два-три Года Они Называются Эпохой И Там Оратор Говорит Переделывание Собачки В человека Путем Пересадки Желез Это Величайшее Достижение Эпохи Военного коммунизма И Что Несовместимость Этих эпох И Их Полная Неприживаемость Друг к другу Видны уже тогда Но Тогда Еще не было так Отчетливо ясно И отчетливо Видно Что военный коммунизм Никуда тоже не исчез Вот каким-то образом НЭП и военный коммунизм Они вот так вот В перемешку До сих пор Все-таки И присутствуют В В той или иной мере В нашей истории Подход военного коммунизма Понятен Значит Богатство Преступления Деньги Зло Значит Вот Главное Общество Должно Руководствоваться Марксизмом Как Единственно правильной Теории Ну по принципу Как вот В религии Там допустим Существует формула Там нет Бога кроме Аллаха И Магомед Пророк его Допустим Вот так вот Нет Нет Более правильного учения Как учения Маркса И Ленин Ну там Потом Сталин Пророки его Все Ни выхода Ни входа Ни вправо Ни влево Не допускается Другое дело То что Сразу появляются Разные толкователи И Так сказать Одни говорят Что правильный Марксизм Такой А правильный Марксизм Другой И вот в этот период Даже допускаются Дискуссии Что Блистательно Булгаковым Показано Что это неправильно И я готов Сейчас же Начать партийную Дискуссию В то время Страну Сотрясали Дискуссии Потому что Еще шла борьба за власть После смерти Ленина И еще не ясно было Кто там главный Вот Значит Среди Главных Фигурировали Конечно Любимец партии Бухарин Любимец партии Его назвал так Ленин Вот Соратник Зиновьев Он свирепствовал В основном В Петрограде Троцкий Организатор Революции А действительно Троцкий был более известен Чем Ленин Но Троцкий был Совершенно одержим Идеей мировой Революции Что высмеяно Блистательно Совершенно У Булгакова Когда Ему предлагают Купите журналы Вот это же Дама партийная Купите журналы В пользу Немецких Безработных Он говорит Не хочу Почему Вы не сочувствуете Немецким Безработным Сочувствую А почему Не хотите купить А не хочу Вы не любите Пролетариат Не люблю Говорит Профессор Преображенский Ну такова Была Примерно Позиция И самого Булгакова Он не скрывал Когда Будучи вызванным На допрос В Тогдашние Не помню Как это называлось В ЧК ЧК Но менялось Название Вот Он Прямо Свои взгляды Антимарксистские Антисоветские И он Их Нисколечко Не скрывал Потому что Кому-то Покажется Это странно Потому что Людей Сажали Расстреливали И убивали И за боль И безобидные Высказывания То что высказывал Булгаков Это было очень серьезно По тогдашним временам Но дело в том Что Булгаков Над ним Вот какая-то Весница Божия У него не было Никаких Покровителей Там наверху Никто за него Не хлопотал Не было У него Какой-то Особой Высшей защиты Вот И в общем-то Его Ну тогдашняя Литературная жизнь Она Очень интересно Делилась Очень интересно Делилась Кто главнее В литературе Во-первых Значит С появлением НЭПа Стали выходить Книги Которые Не государством Издаются А частными Издательствами Что привело К возможности Появления Таких писателей Как Булгаков И таких вещей Как Собачье сердце С профессором Преображенским Все понятно А вот Шариков Ну Конечно же Мы же понимаем Что Это Метафора Превращение Собаки В результате Подсадки Человеческих Желез Вот Она Превращается Пес Превращается В человека Вернее В человекообразное Говорящее Существо Ну А Велись ли Такого рода Опыты На самом деле Да Такого рода Опыты Действительно Проводились По пересадке Желез Вот И К тому времени Многие партийные Деятели Вышестоящие Ну вот Все Начали уже Так сказать Вступать В возраст Возраст Солидный Когда Задумываться О своем здоровье Приходится Очень и очень сильно Вот И Очень Было Распространено Омоложение Так называемое Вот Все эти Омоложения Медицинские Заканчивались Конечно После этого Временным Приливом сил После чего Начиналось Довольно Быстрое Старение Организма Так что Опыты по пересадке Желез Каких-то проводились Не собачьих Конечно Но что-то проводилось В этом роде Были опыты Над человеком Сейчас это Эти документы Стали доступными Вот И Булгаков все это Обобщил Вот В таком Метафорическом Образе Переделывания Человека В собаку Собаки Человека Но на самом деле Он имел ввиду Совсем другое Он имел ввиду Опыт Социальный Опыт Марксистский Опыт Этот Заключался В следующем Что Интеллигенцию Объявили Прослойкой Прослойкой Обратите внимание То есть Общество Классовое Согласно Марксу Классы Разделили На Вредные И полезные Вредными Классами Оказалось Буржуазия Это просто бред Сумасшедшего Потому что Что значит буржуазия Вредный класс Как это понять Значит Фабрикант Который Построил Фабрику Который Выпускает Нужную продукцию Он вредный Потому что Он фабрикант А пролетарий Который Ничего не создал Ничего не Он полезный Бред просто И удивительно Что до сих пор Это все На полном серьезе Обсуждается Как наука Вот Но тем не менее В России Это все Было объявлено Совершенно официально Интеллигенция была Объявлена Прослойкой Прослойкой Прокладкой Прослойкой Что за ужас такой Как это так Мозг страны Мозг страны Мозг страны Культура была объявлена Это уже по Марксу Действительно Надстройкой То есть вот Тот кто Делает Каменщик Это Хорошо Это Замечательно Слесарь это чудесно А профессор Это надстройка А режиссер Это надстройка Что это такое Что Что Станиславский Это надстройка А кто-то Кто делает Табуретку Это вот Класс Просто какой-то Ужас какой-то Бред Вот Но все это на полном серьезе И все это было Все это было Это уж никуда Булгаков в этом жил Булгаков прогуливался по Москве Когда он Вчера дошел до Кремля Еще стоит Еще есть Ну почему он Дошел до Кремля Еще стоит Еще есть Потому что если он дошел до Храма Христа Спасителя Храма Христа Спасителя Со временем не станет Его Его будут взрывать 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 Наконец-таки С большим трудом Взрывать А сколько таких Замечательных Мест в Москве Исторических Было На глазах Булгакова Уничтожено Но это Видимые Видимые Материальные Извращения А людей Убирали Вот в чем дело-то Кого арестовали Кого расстреляли Кого просто устранили Ну Существование Профессора Преображенского Обусловлено тем Что Деятели партийные Там Какой-то важный Красный командир Чуть не сам Сталин Вот Это может быть не Сталин Там допустим Какой-нибудь Фрунзе Или какой-нибудь Будённый Не важно Какой-то красный Герой Гражданской войны Нуждается В помощи Профессора Преображенского Он его лечит К тому же Он Судя по Повести Значит Занимается Омоложение Ну Болезнями Интимного Характера Которые Значит Связаны с Интимной Эротической Жизнью И так или иначе Излечивает Какие-то там Болезни Вот Связаны с этим Омолаживает Партийных Дам И партийных Функционеров В той или иной Мере Вот Доступными Медицинскими Методами Вот И поэтому У него есть Охранная Грамота Ему разрешено Иметь Много Комнат Что не дает Покоя Швондеру Домкому Потому Что Ну это Просто Вот сейчас Убу непостижимо Но ведь В годы военного Коммунизма Было сказано Что Библиотека Профессору Разрешается иметь Не более 300 книг Остальные Книги Должны быть Изъяты И Отданы В общественной Библиотеке То есть Это Значит Каждому Полагалось Определенное Количество Метров Если количество Метров было больше К нему Подселяли Так В частности К блоку Подселили Матроса Матрос играл На гармошке Развешивал Свои Портянки И говорил Ничего Мамаша Все хорошо Да Вот Россия Переживала Эксперимент Который Казался Ну вот он Сегодня Завтра Год Другой И все Пройдет Но оказалось Что этот эксперимент Бесконечный У него И когда Булгаков Это понял А он это понял Раньше всех остальных Он понял Что этому эксперименту Конца не будет никогда Что это все время Будет продолжаться И вот он показал Один из вариантов Такого эксперимента Шариков Шариков Его выдвижение Его работа В комиссии По чистке Ну это же только Иносказание Чистки Это ясное дело Что это Работа В органах Он Что занимает Там Он Быстро Усваивает Он Очень быстро Усваивает Ну Обучается Той терминологии Пользуясь Которой Очень легко Проникнуть К рычагам власти Потому что Согласно теории Маркса Именно Такого Люди Как Шариков Это новый класс Вернее не новый класс А правящий класс Он Яков пришел К власти Он и пришел К власти Он стал приходить К власти Вот единственное Единственное Предсказание Маркса Которое сбылось Это Приход К власти Вот этого Странного Гибрида Социального Под названием Пролетариат Что это такое Это Неудавшиеся Крестьяне Это Неудавшиеся Рабочие Это Часто Неудавшиеся Недоучики Всякие Вот Шарлатаны Ученые Недоучившиеся Ну например Лысенко Вот Вот Которые быстро Преуспели В Марксистской Демагогии В употреблении Марксистских Терминов И заняли Ключевые посты Вот таким же Шариком был Так называемый Академик Лысенко Который нанес Такой Гигантский Ну просто Совершенно Космического Масштаба Ущерб Российской Науки Ведь Мы в генетике Были Не просто Впереди Мы просто Были Недосягаемо Впереди Вот Кольцов Дубинин Вавилов Тимофей Фрисовский Мы бы Расшифровали Генетический код Уже К сороковым годам Он был бы Расшифрован И не нами Уже Где-то там В начале Шестидесятых Вот 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 Да До До какой степени Эт эксперимент Был затянувшимся Можно привести пример Вот Знаменитая Сессия Восхнил Это уже происходит После войны Казалось бы Уже образумиться пора И понять К чему приводит Гонение На ученых На науку Чуть было Страна не погибла Вот Нет Проводится Сессия Восхнил И все серьезные Нормальные ученые Которые Значит Это доказывают Что Лусенко Со своими методами Перевоспитания Пшеницы На морозе Вот Это шарлатанство Это Не имеет Ничего общего С наукой Но Этих ученых Прямо с трибуны Вот Он сходит с трибуны Его в коридоре Арестовывают И увозят Кого на расстрел Кого в тюрьму И это происходит В 48-м году Знаменитая Сессия Восхнил Материал ее опубликован Можете почитать Это какой-то ужас Потому что Выходит Очередной Шариков На трибуну И говорит Мы победим Потому что С нами Академик Лысенко А с вами Какой-то там Шмальгаузен Одновременно Идет борьба Значит С преклонением Перед Западом Шмальгаузен Великий ученый Великий Предшественник Генетики Вот И Шмальгаузен Это плохо Потому что Лысенко Это на ко Так что Не надо думать Что Булгаков То что он написал Собачье сердце Это вот Те годы Те времена И все Ничего подобного Ничего подобного Это все есть В умах В головах И в сердцах Это Шариковы К сожалению Оптимистическая Концовка Повести С превращением Шарикова Обратно Собаку Это всего лишь Писательская Писательская мечта Швондера Швондера Вот Он конечно Конечно Тяжело Тяжело Очевидный Абсурд Происходящего Вот Это все еще Так сказать Не Полная Панорама Событий Не полная Панорама Событий А полная Панорама Событий Это конечно Конечно Мастера Маргарита Дело в том Что в собачьем Сердце еще нет Метафизики Тяга Тяга К метафизике Тяга К Пониманию Исторического Хода Событий Ну ясно Что марксизм Ничего не объясняет Ясно Что марксизм Это так сказать То что Завело нас в полный тупик И все страны Которые выбрали Марксистский путь развития В конечном итоге Оказались в тупике Но если Не это Не Не классы То что Движет История Если не Бог То что Вот такой вопрос Частенько звучал В аудиториях Научных И на вопрос Если не Бог То что Каждый отвечал по-своему Одни отвечали Если не Бог То я То есть личность Человек А ему говорили Нет Если не Бог То наука Научный прогресс Вот собственно говоря Если мы возьмем Окинем взглядом 20-е столетие В целом Ну уже после всех этих Фантазий Марксистскообразных Про пролетариацию Это Единственная Движущая Сила История То конечно Это будет Научно-технический Прогресс Вера в научно-технический Прогресс Ну Булгаков Раньше других Насчет Научно-технического Прогресса Разобрался Потому что Профессор Преображенский Он ведь тоже по-своему Ну как сказать Прозревающий Слепец Ведь когда он делает Все эти Свои операции Ведь это он Придумал эту операцию Над собачкой И превращением ее В человекообразное существо Но ведь Профессор же Преображенский Поскольку у него Ум И поскольку он Гениальный ученый Он же понимает Что он Вступил на губительный путь И он говорит А зачем Зачем Это делать все Но мы же недалеки От того Чтобы создать Искусственного человека В пробирке Говорит ему Ученик Он отвечает А зачем Когда любая Рязанская баба Это проделает Легко И свободно И вообще Можно ли Если Можно ли Человеку Так вторгаться В тайну жизни И смерти Я вовсе Ни в коем случае Не сторонник того Чтобы ученым Ставить какие-то преграды Или науке Ставить преграды Я просто хочу Отметить Что Булгаков Один из первых Заметил Что наука И научный метод И научно-технический прогресс Сам по себе Не является Светлым будущим Человечества А самое главное Он не может быть самоцелью Прогресс Что значит прогресс Чего прогресс Чего прогресс Ума Что-нибудь И Кстати говоря Ой сколько же было Теорий Которые До сих пор Еще немножко Бытует До сих пор Сколько Это вне всякой политики Усиление умственной деятельности человека Коллективное обучение Когда значит класс И оценка Разбивается на группы И оценка ставится не одному Отдельному человеку А скажем Вот эта группа Из пятерых Получает двойку Потому что там Петров Вот хорошо учился А Сидоров Плохо То есть коллективная Ответственность Коллективный разум И прочие И прочие Благоглупости Ну сейчас мы видим Такого рода всякие Эксперименты Типа ЕГЭ Там и все И прочее И прочее Я ни в коем случае Не собираюсь вторгаться В эти все Дебри Педагогические Я просто Хотя Как преподаватель С большим стажем Жизни Я могу сказать Смело Что никакое ЕГЭ Никогда не заменит Ученик и учитель Студент и преподаватель И никогда не заменит Человеческого общения И вообще Человек Это Слава тебе Господи Современная наука До этого наконец-то Доползла И слава ей за это Она наконец-то Доползла До истины Что человек Самое совершенное И самое сложное Из всего Что мы знаем В мироздании Вот все Ангелы нам Недоступны Господь Он так сказать С одной стороны Всюду Но с другой стороны Мы его не всегда Чувствуем Не всегда видим А Человек Это самое совершенное Ничего Более сложного Ничего Более совершенного Нет Булгаков это знал Булгаков это знал Мало было людей Которые это понимали Считалось что Коллектив умнее Вот Бесспорные истины Тех времен Когда творил Булгаков Коллектив Коллектив всегда прав Коллектив всегда Умнее Личности Личность Всегда должна Подчиняться Коллективу Это и до сих пор Существует Это и до сих пор Существует И в нашем Европейском сознании Вот так называемое Большинство голосов А что это такое? Что это такое в научном споре? Научной Научной Дискуссии нельзя решить Большинство голосов 2х24 Большинство проголосует Что 5 Ну и что? От этого 2х2 Перестанет быть 4? Ну это сплошь и рядом Мы наблюдаем Это сплошь и рядом Когда абсолютизируется Мнение большинства И у Булгакова Это постоянно присутствует Вот как только начинается Собрание какое-нибудь Вот чего стоит собрание В доме Грибоедова Там заседание Писательской общественности Где они делят Перелыгинские дачи Штурман Жорж Это дама Вот где я усматриваю Карикатуру на Очень милую женщину Мариэту Шагинян Я ее немножко застав Которая прошла Очень сложный путь От увлечения Бердяевым До увлечения Лениным Когда у нее уже Пропадало зрение Ей было 90 Она писала Да я теряю зрение Но пока оно у меня есть Я читаю Каждое утро Читаю Ленина Вот уж не знаю То ли это было Какой-то Какой-то инстинкт Самосохранения То ли она на самом деле Так вот сдвинулась От Бердяева До Ленина Трудно сказать все это Как это все происходило Но это все было И как только У него показано собрание Всегда собрание идиотов становится Потому что Коллективного разума На самом деле В общем-то и не существует Существует только коллективное безумие Вот И может быть я впадаю тоже В ту крайность В которую впадала Булгаков Но я не вижу Не вижу нигде Случа Когда проблему Которую не может решить Выдающаяся личность Может решить группа людей Группа людей Может только высказать Какие-то определенные интересы Какие-то определенные пожелания А в общем-то Один умный человек И тысячи Людей Не обладающих Незаурядным умом Не заменят одного умного человека К сожалению Эпоха вот этого Абсолютизации Коллектива Ну было какое-то замечательное Во-первых Они должны все время петь хором В конечном итоге Их увозят В психушку Вот Они все поют хором Там Славное море священный байкал Но это вот как наваждение Наваждение Воланда Вообще Я удивляюсь Как это Булгаков Пришел К идее Оживить сюжет Из Романа Замечательного романа Загозкина Искуситель В романе Загозкин и Искуситель В Москве На патриарших прудах Появляется Среди Яркого солнечного дня Появляется Искуситель То же самое происходит И в романе Булгакова Мастером и Маргарита Искуситель Носит имя Воланда Я удивляюсь Как пришла ему в голову Мысль Оживить картину Ге Вы эту картину все знаете Что есть истина Ге под влиянием учения Толстого Написал замечательно Ну как сказать Маслом написал все-таки Написал замечательную картину Что есть истина Там все Так как написал Булгаков В белом плаще С кровавым подбоем Да, в белом плаще В белой тоге С красной Стоит Пилат А перед ним Такой вот Интеллигент В тоге Иешуа И полоска света Вот это Солнечного Знойное Подползающая К ногам Пилата Вот это Знойное Это все взято С картины Ге Что есть истина Что есть истина Спрашивает Пилат Позиция Очень интересная И позиция Которую Отчасти Булгаков Разделяет Он симпатизирует Это конечно и Ешева А Так сказать По жизни По жизненному раскладу Он видит что Истина От человека Скользающая Субстанция И что С разных позиций У разных людей Своя Истина И своя правда Он это очень хорошо видел Это кстати Есть и в Белой гвардии Очень здорово Все по-своему право Все по-своему право У каждого своя правда Своя истина Вообще настоящий писатель Обязательно должен стоять На такой позиции Когда он принимает Точку зрения Того или иного Человека И начинает с этой позиции Что-то говорить Вместо литературы Появляется то что Идеологическая литература Ну то что В нашей среде Было принято называть Социалистический реализм Поскольку тогда Полагалось все освещать В позиции Веры в социализм Из позиции Обязательного безбожия Безбожия Причем я бы даже не назвал Это безбожием Потому что вот Академик Гинзбург Говорил так Я атеист Но я не безбожник Он все время со мной спорил Он говорил Кедров говорит что Бог есть А Бога нет Я всегда очень удивлялся По этому поводу Потому что Во-первых Гинзбург Изумительный Совершенно гениальный Он главарь Нобелевская премия А ему Возражал Мой сослуживец Лацус По известиям Говорил Ну может быть Кедров не прав Может быть Бога действительно нет Но от того что Кедров ошибается Ничего страшного не произойдет А вот вы Водородную бомбу сделали Вы как Нет у вас Каких-то сомнений Но Да Я Значит Вот Атеист Но не безбожник Гинзбург Это очень интересная фраза Такая Чудесная Которая Для меня Приоткрывает Какой-то тут Слой Слой Интеллигенции Который В голове Как-то все очень странно Сформировалось Может быть Это уже ушло навсегда Вот это Атеист Но не безбожник Под безбожником Вероятно Подразумевался Человек Который Ходит Плюет на иконы Взрывает храмы Потому что Скажем Сталин Он был безбожник Потому что он взрывал храмы Он не был просто атеистом А вот академик Гинзбург Он храмы не взрывал Но он был атеистом Булгаков Булгаков Почему вдруг появился такой интерес Так вообще К самому сюжету Евангельскому С одной стороны Как бы в культуре Никогда ничего нельзя прервать Насильственно Насильственно Прервали Прервали Ну Помню У Булгакова В Белой гвардии Елена молится Богородица Ну 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 ты пожалуйста не карай Ну Ну Да виноваты Но суди Ну зачем же карать Она С такими гуманистических позиций обращается Вот И видит Бога Как прежде всего Носитель гуманистического начала В данном случае Вот То что Бог добр и гуманен Это христианство Это христианская цивилизация А мы знаем ведь и другие религии Где никакого гуманного Бога нет Сложен этот вопрос Сложен Я не хочу Туда погружаться В эту душную метафизику Я только хочу заметить Что никакой другой цивилизации Кроме христианской У нас с вами нет Ну под христианской Я конечно широко понимаю Она включает в себя ценности Других религий Но в целом Но в целом Это ценности Которые вполне умещаются В слово христианское Слово гуманизм Признается ценность Человеческой жизни Признается ценность Заповеди неубий Но ведь спор между Я думаю Иисус Христа Иисус Христа И Ешуа Несомненно что Ешу это Ну как бы Христос сегодня Который появился Ну как бы в контексте Современной жизни Но это не случайно Булгаков не приводит Христа в Москву. Воланд пришел, а Зазела пришел с всей компанией. Бегемот пришел. Кот на задних лапах тут присутствует. Даже отстреливается от КГБшников. Там он на люстре раскачивается с примусом. Вот. Это все происходит. Вот. А между тем нету Христа. В этой компании нет Христа. Он не участвует вообще в событиях. И с моей точки зрения это гениальный ход Булгакова. Гениальный ход Булгакова. Потому что, посмотрите, вот Тютчев пишет в 19 веке «Край родной долготерпению. Край ты русского народа. Эти бедные селения все от края до края в рабском виде царь небесный исходил благословляя». А вот Булгаков после всех ужасов гражданской войны видит иначе. Он видит, что нету Христа в России. Нету. А вот Воланд он есть. На чьей стороне Воланд? На стороне большевиков, коммунистов? Или на стороне белых? Воланд на стороне Воланда. Воланд над схваткой. И что интересно, Воланд не является здесь как вам сказать, богоборцем. никакой никакой деятельности антирелигиозной Воланд не поддерживает. Этим занимается советская власть. Но Воланд как бы в этом не участвует, он как-то с интересом даже слушает, когда Иван бездомный когда говорит Берлиот, что в нашей стране большинство населения все давно отказались от веры в Бога. Что вы говорите? И тут иностранец скажет позвольте вас поблагодарить за сведения чрезвычайно интересные. Он накинул московские окна как бы ожидая в каждом окне увидеть па-атеисту. Вообще Булгаков не был религиозным человеком. Вот насколько толстой внутренне был религиозен. Даже я бы сказал Чехов был все-таки религиозен при всей своей скептицизме. Он построил вся церковь, он пел вместе с певчими. Что-то так сказать, что-то там внутри было, что-то было, копошилось. Булгаков все совершенно иначе. Он просто оказался в обезбоженном мире, полностью в обезбоженном мире. Но тут надо бы провести вот эту очень тонкую границу, очень тонкую границу между, которую проводит Академия Гинсбург безбожник и атеист. Булгаков в известной мере был атеистом, но безбожником он, конечно, не был. Безбожником он не был. Поэтому, когда он приводит эту компанию в Москву на Патриаршие пруды, так как это в романе Загоскина Искуситель, Воланд, кто он такой? Ну, эпиграф к романам общеизвестен, он взят из Фауста, я часть той силы, которая, творя зло, тем не менее творит добро. По-разному толкует в контексте вот романа Мастера Маргарита это дело, потому что Булгаков попал в тот период нашей истории, когда вот эти все большевистские бредни стали развеиваться в какой-то мере в умах населения, ну, конечно, полагалось сделать вид, что ты в это все веришь, но уже, конечно, у какой-то части населения, которое до этого как-то верило в какой-то там коммунизм и сверхсправедливое общество и все прочие вещи, как-то так все немножечко притупилось, вот, а у какой-то части населения стало появляться, ну, хорошо, значит, у коммунистов ничего не получается, никакого сверхсправедливого общества не образуется, наоборот, кровь рекой, вот, никакой социальной справедливости тоже не наблюдается, вот, а вот как было до этого-то, когда был Бог, когда и снова появилось некоторое тяготение к религии, к тому же запретный плод, а запретный плод всегда сладок, ну, вот, стал прорезаться некоторый интерес к запрещенной, гонимой, изгоняемой всеми имеющимися средствами религии. А когда началось постепенное истребление самими же комиссарами самих же комиссаров, я имею в виду сталинский террор и борьба его со своими соперниками, с тем же Троцким, с Бухариным, с Зиновьем, то население это восприняло как кару Божию. Вот. Ну да, Сталин тоже такой же комиссар, также он взрывает храм, как взрывали они, но видите, он их потихонечку убирает. И не увидеть, и не увидеть некоторое сходство имени Воланда, и в нем Владимир Ленин, Воланд власти, а Сталин это Ленин сегодня, так говорилось, и таковы были лозунги, а Сталин и был Ленин сегодня, это, так сказать. Молотов даже говорил так в воспоминаниях своих, в разговорах, что вот говорят обычно, что вот Ленин, вот он гуман, да на самом-то деле, знаете, на Ленина иногда можно было как-то по-человечески воздействовать, что на Сталина как-то иногда, иной раз чего-то такое, а Ленин вообще был железный совершенно, абсолютно железный, когда речь о смягчении чьей-либо судьбы, он даже не понимал, что это такое, как можно вообще, Горький говорил так, что он страшно изумлялся, когда за кого-нибудь просил, и как можно вообще заботиться о судьбе отдельного человека, когда речь идет о счастье всего человечества. Вот, и появление Воланда на Патриарших прудах, появление Воланда в Москве, это уж не такая фантастика, вот если бы Иешуа, даже не Христос, не Иисус, а именно Иешуа появился, это было бы да, это было бы интересно, но Булгаков этого не делает, потому что Иешуа нет, о Христе уж и говорить не будем, Иешуа нет даже, полностью все, все, кого должны распять, все распятые, поэтому все главы Иешуа, это там, там они в той истории и происходят, здесь, в Москве этого ничего нет, а Воланд есть, не важно кто он, Ленин, Сталин, Воланд, властитель, власть. Вот откуда берется власть, этот вопрос стал интересовать писательскую, философскую интеллигенцию очень сильно, потому что, ну вот, увидели на глазах смену власти, когда был период, когда воплощение всех зол была власть, и тогда Толстой, значит, всю силу своего писательского дара направил на разоблачение власти, власть не такая, и вот общество всеми своими силами на эту власть такую секую мазанную с хуйю навалилось, власть исчезла. И наступила власть, описанная в Белой Гвардии, самая страшная из всех властей, власть без власти. Не видеть этого и не ужаснуться этому было невозможно. И, конечно, анархические бредни, анархия, мать, порядка, это все, конечно, ушло, как пришло, так и ушло. Понятно, что это все полная бельберда. И появилось другое отношение к власти. И это отношение к власти другое, я бы назвал отношением Сталина, вернее, Булгакова к Сталину, которое, конечно, ни в коем случае нельзя назвать приятием советской власти и советских ценностей. А просто тут есть некое да, власть это да. Вот, власть это всегда очень да. Но появилось и понимание того, что без власти быть не должно. Я бы сказал, так появилось философское отношение к власти. Философское. Именно философское. И здесь конечно реальность исторических событий и некоторые иллюзии, потому что ну явно же явно же совершенно руль управления стал в сторону обратно, в сторону поверженной империи. Если мы посмотрим на результаты этого поворота, они конечно носят чисто внешний характер. Сталин возвращает погоны. Сталин восстанавливает плату за ученую степень. Снова профессор, снова доцент. Сталин восстанавливает академию наук, которую превратили в ничто. В той или иной ситуации. Да, убивает ученых, сажает ученых, все это безобразие, даже не безобразие, преступления творятся. но в целом руль поворачивается в сторону империи, восстановления имперских ценностей и так далее. Какая-никакая, но церковь под властью, конечно, под контролем, по-прежнему священников сажают, расстреливают. Вот Булгаков усмотрел кое-какие вещи, еще и поворот еще не совершился, но он смотрел и появилась, стала появляться робкая надежда на диалог. Надежда это была, конечно, от отчаяния. Никакого диалога с такой властью быть, конечно, у писателя не могло, но однажды такие случились. Вот вот Булгаков сквозь все преграды, сквозь все препоны удается поставить инсценировку своего романа «Белая гвардия» под названием «Дни Турбиных». Я очень хорошо понимаю, через что пришлось пройти Булгаков, потому что вот уже в наши времена ну, времена совершенно такой неподконтрольности театра, когда я ставил свою пьесу в прогрессивнейшем театре на Таганке Юрия Петровича любимого Сократа Раку, я буквально прошел через все стадии, которые описаны у Булгакова в театральном романе. Вот просто вплоть до сцен, которые там были, вот разыгрывались. Вот машинистка должна срочно напечатать, во что бы ни стало, точно напечатать пьесу, отдать, и если она опоздает, то уже все, там уже отменится все поездка в Грецию и постановка Сократа у Парфенона, но одновременно ей дают это задание и одновременно подбегают к ней, все время ее отрывают и дают другие задания, и она впечатает и сама говорит, «Ха, театральный роман, там же есть эта сцена, там действительно есть такая сцена». И все, что пережил вот этот автор театрального романа, все это мне знакомо до деталей, до деталей, с той только разницей, что ему так, пьесу так и не поставили, он там покончил жизнь самоубийством, у меня всякие пьесу поставили. Хотя, правда, почему-то однажды появилась вместо моей Эврипид, Сократ, Оракул, Эврипид, вот, однажды вообще без авторов, а так она шла много лет Юрий Любимов, Константин Кедров и Юрий Любимов, мистерия Сократ, Оракул, но это в условиях свободы, а что пережил бедный Булгаков в условиях тогдашних, он же это прекрасно описывает в театральном барабане, когда он приходит к прообразу как бы Станиславского домой, ну, Станиславский действительно уже не мог, у него, ему сделали условия домашнего театра, он там репетирует, вот, приходит домой к Станиславскому со своей пьесой и его спрашивают, а зачем пьесой спрашивают его, как зачем, вот он написал новую пьесу, ну, зачем новую пьесу, ведь есть же такие замечательные пьесы, вот, Островского, мы против властей не бунтуем, это говорит человек из окружения Станиславского, его домашние, ну, вернее, героя, героя, вот, так что я понимаю, что пришлось пережить бедному Булгакову, когда он ставил, когда он каким-то неслыханным каким-то совершенно усилием воли все-таки пробил дни турбинных на сцене, и что спасло положение-то? Пришел Сталин, что понравилось Сталину, мне даже трудно сейчас, видимо, Сталину понравилось то, что он в будущем осуществит, вернет погоны, ведь вот там, значит, это самое, этот эпизод много раз повторялся, и в разных немуарах, и везде повторяется, когда Сталин спрашивает у Любови Орловой, вот, скажите, почему я, большевик, много раз смотрел дни турбинных, ну, потому что они такие благородные, а почему они такие благородные? Потому что у них было настоящее детство, а не то, которое сейчас отвечает Любовь Орловой. Я уж не знаю, что там документально, что скорее всего, это документально. Да, Сталин много раз смотрел дни турбинных. У него сохранился его еще отзыв. Да, показан враг. Показан враг, который так умен и так благороден. кстати, не любил очень слово благородный. Когда у Михалкова в гимне было так союз нерушимый, там было не республика, а в общем благородных. Союз там благородных. Благородных. Сталин рукой было написано «Ваше благородие». Вопросы восклицательные знаки. Не любил это все на самом деле. Но, видимо, действительно, курс шел на восстановление империи. В будущем он восстановит эти погоны. Вот. И потом он видел реакцию зала. А реакция зала была, я бы сказал, ну, удивительно, как их всех не арестовали и не расстреляли. Сталину это ничего не стоило сделать. Потому что, когда на сцене пели они «Боже царя охрани», то вздал и вдруг вставал. Это давало Сталину ясно понять, куда клонится настроение населения. И ведь это только разговоры, что там пролетариат на рабочий класс, на трудовое крестьянство. Понятное дело, что все-таки власть все-таки держится тогда, когда ее поддерживают люди мысли, которые ученые, которые что-то изобретают, что-то. те те самые ненавистные Сталину спецы, так называемые. Спецы. до сих пор отголоски Сталин не мог простить Троцкому, ведь Троцкий, собственно говоря, создал Красную Армию, но создал ее в основном из офицерства, которому стал платить. и большинство военных специалистов перешло на сторону советской власти. Не потому только, что стали платить, просто вот так они увидели, что власть центральная в Петрограде, в Москве в руках стали служить государству новому, которое возникло. Потом этих спецов стали, так называемых спецов, была дикая дискуссия партийная, можно ли, нужно ли привлекать этих офицеров, они все все равно там такие немазанные цехи, но факт остается фактом. Большинство офицеров перешло на сторону Красной Армии, поэтому Красная Армия и победила в конечном партии. Переоделись, погоны сняли, а со временем погоны вернулись. так что это не такая уж вещь просоветская скажем хождение по мукам Алексея Толстого. Там это показано довольно тонко и изящно, но все показано. Булгаков и его пьеса Дни Турбиных пришлась Талину по вкусу по двум причинам. С одной стороны он увидел там для себя некий остов восстановления империи, где он займет место, которое занимал император. Только будет называться по-другому. Будет называться первый секретарь, там генеральный секретарь. И Булгаков естественно чисто по-человечески конечно потянулся к власти в надежде, что она его будет и дальше защищать. Ничего подобного. Ничего подобного. В дальнейшем Булгакова продолжают травить, ему перекрыт кислород, но он сохраняет свою должность в театре, заведующую литературной частью. Я знаю, что это такое, мне предлагал Любимов быть заведующим литературной частью, я отказался. Но заведующей литературной частью это непонятно кто в театре, совершенно непонятно кто. Как правило, это драматург, который хочет поставить еще одну совпесну. Вот. И Булгаков ничего не печатают, а при этом критикуют, а при этом критикуют. вот он пишет свой роман, философско-богословский роман мастера Маргариты с явным намеком на Фауста Гёте, поскольку тут и само слово мастер, Маргарита, вот, Фауст, это, конечно, тоже мастер. И вопрос, собственно говоря, в самом заголовке вынесен. Не мастер и Воланд, не мастер и власть, а мастер и Маргарита. А, вот в чем дело-то, друзья мои. Оказывается, самый главный-то вопрос для мастера для умного человека это не отношение с властью, с Воланда, а отношение с Маргаритой. А что касается Маргариты, то для неё важнее всего мастер. Мастер. Он её бог, он её власть, и ради него она согласна на всё, даже на кровавую оргию, которая разыгрывается в помещении, в страшной квартирке. Кстати говоря, очень интересно, вот бывают такие моменты в истории, когда искусство обгоняет науку. Бывает. А бывают моменты, так было в 19 веке, с моей точки зрения, великая русская литература обогнала тогдашнюю науку на тысячи вперёд. А потом наступило время, 20 век, когда наука обогнала искусство. Теория относительности, квантовая физика, вот то, чем мы сейчас плодами пользуемся, и идёт этот прорыв. Она обгоняет искусство. Искусство едва-едва успевает это всё понять, освоить, вместить, волновые свойства материи. И Булгаков был одним из тех писателей, который успевал это схватить. Он, правда, это схватил в трудах Флоренского. Флоренский дал ему, которого потом расстреляют вскоре. Ой, Господи, в Соловках его держалось. До этого там были ссылки, всё, а там в Соловках. Но он успел Булгакову дать свой труд мнимостью в геометрии. И в этом труде мнимостью в геометрии, там в финале, ну, по законам теории относительности, если тело мчится со скоростью близко к свету, оно расширяется, 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 становится бесконечным, заполняет собой Вселенную. Вот таким образом, таким образом, в финале романа мастера Маргарита эти всадники скачут, и вот уже уздечка это подковы это месяц справа и слева, а уздечка это звезды, и вот он а тело, а конь его разрастается до звездного неба, до величины звездного неба. Это все сделано по Флоренскому, по книге Флоренского мнимостью в геометрии, намечательные книги, совершенно восхитительный такой труд. Но есть там и другой момент очень интересный. Я не могу отказаться от удовольствия вам продемонстрировать от счастья. Ведь комната мала. Ну, представьте, что тут тоже как бы вот с этой стороны тоже стены. И как же тут уместятся все для балла? А очень просто. Четвертое измерение раз и комната выворачивается. Выворачивается и тогда вмещаются туда все участники событий мистические, которые принимают участие в этом на балу у Воланда. Ну, эти балы у Воланда это, конечно, опыт присутствовал булгаков в этих всех советских, ну, как бы советских, ну, не совсем советских этих самых всяких приемах, где все в посольство он был не раз приглашаем, все как-то у него суммировалось все это вместе, где все там вместе и Воланды, и красные, и белые, и черные, и зеленые, все приглашенные к власти. На банкетах присутствовал торжественных. Вообще какое-то странное, ну, как странное, вот такое положение вот было у Булгакова, вот такое вот, одновременно как бы вот из Кремля Сталин ждет от него, Сталин ждет от него талантливого произведения, не менее талантливого, чем «Хождение по мукам». Потому что, когда Алексей Толстой написал, у Сталина было много произведений, которые он в сталинской премии награждал, халуйских. Но это были бездарные вещи, халуйские вещи. Он их награждал. И, может быть, даже считал их хорошими, великими. Но, когда ему попадался настоящий писатель, он ждал от него настоящих произведений. Здесь ему чутье не изменяло. Когда Алексей Николаевич Толстой написал «Хождение по мукам», это да. А вот, когда он написал «Хлеб» про то, как Сталин царицей, какой-то хороший, написал ниже уровня своего таланта, Сталину это не понравилось. То есть, он мог отличить. У бездарных писателей, у неталантливых он этого не отличал. А вот, когда он видел талантливых писателей, он хотел от него талантливого, не просто хвалы, а талантливой хвалы. И он вот держал на паутинке, на ниточке Булгакова. Во-первых, он его не убивал, не сажал в тюрьму. А когда Булгаков затравленный абсолютно пишет Сталину, что пишет. Интересно, что сама машинистка же была, работала в органах. Поэтому все, что писал Булгаков, все, что это, все сразу на стол к Сталину. И он не получал обычно ответа на свои послания. Никакого. Но тут он получил ответ, позвонил, когда Булгаков написал, что или отпустите на границу, или дайте свободно дышать. Фактически. По сути это его писем было. А Сталин позвонил ему. Ох, уж эти звонки, уж эти звонки. Что звонок Пастернаку по поводу Мандельштама, что этот звонок. Звонок проверка. Очень мы вам надоели. Ну попробуй скажи, что очень надоели. Поэтому естественно Булгаков что нет, я конечно хочу остаться. Вот житья не дают. Ну вот. На какое-то время какое-то послабление там. А потом снова травля. От Булгакова ждут. И отнюдь не мастер и Маргарита. но он-то Булгаков пишет настоящее талантливое произведение об отношении где присутствует конечно тема отношения с властью писателя мастера с Воландом. Но обратите внимание что у мастера с Воландом нет здесь отношений. Нету отношений есть у Маргариты с Воландом. Что вероятно соответствует во многом реальной судьбе Булгакова. Поскольку его спутница жизни была весьма связана с литературными вельможами. и с Фадеевым и Симоновым и собственно говоря не будь Маргариты не знаю говорили бы мы сегодня о романе мастера Маргарита не растворилась бы эта рукопись не погибла бы в огне всех тяжелых испытаний которые после смерти Булгакова брошились. Он умирая рассказал просил сохранить напечатать со словами пусть знают пусть знают что знают что знают а вот пусть знают роман ох богооставленности страны несомненно страны мира в данном случае когда речь идет о России это и одновременная речь как правило русских писателей это не отделяется вот отдельно Россия вот отдельно о мире и о мире о богооставленности нашего мира о сложных отношениях с мирской а другой власти нет стало быть с мирской властью а мирская власть это власть Воланда ну конечно ну конечно вот самые притягательные самые популярные сцены романа допустим диалоги Воланда с буфетчиком да запомните осетрина бывает только первой свежести вторая свежесть это уже тухлятина или там сколько у вас там да ну вам хватит от чего он умрет от саркомы но этого никто не может знать подумаешь беном не то так луна в пятом доме умрет от сарком ну так вам хватит на проживание конечно такие сцены плюс сцена в Тарксине с призывами сдавайте валюту сдавайте валюту никогда не думал что доживу до этих времен когда это было в 90-е годы вот это сдавайте валюту сдавайте валюту да оказалось что повторяется в истории даже все это вот ну все-таки все-таки самые интересные вопросы метафизические и когда они заслужили вечную жизнь блаженства про мастера Маргарита нет вечную жизнь они не заслужили они заслужили покой покой вечный покой а значит и постоянно терзают вот пилат вот спорят там воланд это там ленин или сталин или вообще власть вообще в целом ну это и то и другое и третье как всегда это в художественной литературе бывает а вот пилат то еще как же пилат то вот а пилат он и в евангелиях как-то так как-то так вот он вроде бы и так он вроде бы и так он вроде бы и сочувствует вот ну не буду говорить как в евангелии чтобы не вторгаться в несвойственную область сферу а как в романе и как и ешуа ну как он явно симпатизирует ешуа и пожалуй вот самая поразительная находка потрясающая совершенно находка вот это граница между между мистикой и между какой-то человеческой прозорливости вот как и ешуа узнает о любимой о том что он тоскует по своей собаке пилат а он делает пилат телодвижение как будто он гладит собаку такие телодвижения вот и вот это вот когда пилат дискутирует с ешуа это дискуссия поразительная по своей глубине и силе так ты считаешь что все люди добрые что наступят времена когда все люди будут да егемон оно никогда не наступит страшным голосом кричит пилат он кричал таким же страшным голосом когда кричал там в битве что там нас окружают и там бей выписан пилат очень здорово очень здорово и не совсем понятно вот это отношение волонт пилат потому что волонт это мистическая власть мира сего а пилат это просто вот мирская земная без всякой мистики вот здесь и сейчас и у пилата какое-то есть конечно тяготение к ешу он как-то как-то действительно так же как евангелие пытается смягчить его судьбу да пожалуй что ему удалось сделать невозможное Булгакова Булгаков действительно показал необычайно сложные необычайно тонкие необычайно запутанные сложнейшие отношения между разумным человеком и земной властью между разумным человеком под названием мастер и не будем называть небесной властью небесной власти там в романе нету нету она вынесена в скобки но какой-то такой властью потому что появилось понимание вот после всех этих марксов эмгельсов и всех этих пролетариев непролетариев буржуев небуржуев всех этих вот когда это выяснилось все это чепуха то вдруг возникла желание понять а что формирует и делает власть и вот тут возникает очень интересное и тут возникает чувство метафизическое мистическое что-то нечто волонт ведь он тоже какой-то странный он ведь собственно говоря тоже вот он окидывает в зал говорит ну люди как люди такие же как они были и тысячи лет назад но правда квартирный вопрос их немножечко попортил а так все такие же такие же люди то есть волонт тоже он как вот это между миром человеческим и миром тем в котором он как бы откуда он как бы пришел вот я бы сказал что все-таки роман мастера Маргариты это роман метафизический я не называю его мистическим потому что нету стремления у Булгакова к чистой мистике а вот к метафизике да а без метафизики ничего понять невозможно метафизика не дает ответы на вопросы метафизика дает почувствовать нечто что стоит за внешней суетой событий вы историк спрашивает Берлиоз Воланда пожалуй и тут же как бы не кстати ляпнул а кстати сегодня на патриарших случится история ну имеется ввиду что голову Берлиозу когда когда Берлиоз а что же тогда всем управляет спрашивает сам человек управляет ну скажем собирается ну чтобы управлять нужно иметь какой-то план ну скажем собирается кто-то ну скажем в Ялту а ему отрежут голову кто же спрашивает Берлиоз враги интервенты да нет советская девушка комсомолка Аннушка уже пролила подсолнечное масло правильно ли и вот его кладут в деревянный ящик и видя что от него никакого толку уже не будет кладут в деревянный ящик и закапывают землю правильно ли говорить что это он управился неправильно ли сказать что с ним так управился а как же быть с доказательствами бытия Божия говорит вон коих как известно целых шесть ну это же явно нелепится говорит там Лерлиоз хочет возродить вот и я правильно вот и я Канту хотел так ему и сказал вы профессор что-то такое не то придумали над вами потешаться будут ну что касается доказательств бытия Божия Булгахов их хорошо знал как сын священника и честно говоря они очень плохо оседают в сознании и в памяти плохо оседают но лично для меня вполне достаточно того доказательства бытия Божия которых есть у Спиноза а у Спиноза это прекрасно жалко что его нет в романе мастерам Маргарите Бог означает сущий то есть существующий и так Бог существует по определению мне лично никаких других доказательств не надо хотя и это не обязательно но это все действительно доказательство мощнейшее остальные довольно сложно построено там причина должна быть первопричина раз есть следствие кто-то должен быть в начале это все уже человеческие такие вот а вот это очень Бог есть по определению ну представить представить Ешио нет нету а есть Иван бездомный в московском контексте есть мастер Иван бездомный угадан на все времена Иван бездомный который с одинаковым комсомольским поедем доказывает что Бога нет Иван бездомный с бумажной иконкой и со свечкой шествующей к ЦДЛ к Дову Грибоедова так называемому вот угадано вплоть до наших дней угадано видимо навсегда типаж тот еще тот еще типаж Иван бездомный нередко пытаются его привязать к какому-нибудь конкретному поэту но я думаю тут сотни а может быть и тысячи поэтов к этому образу годятся ну Маргарита она и должна быть такая неопределенная она с глазами мастера дана она не глазами сердцеведа она глазами мастера дана она так с букетиком ведущая по Москве солнцем но она же ведь становится главным действующим лицом на балу у Воланда что тоже весьма примечательно кто кто и что правит нашим мир одним словом как всякий метафизический роман мастера Маргарита это конечно больше вопросов чем ответов и вопросы это чрезвычайно интересные расширяющие человеческое сознание обогащающие человеческую душу вот это гимн разуму мастеру это гимн любви мастеру и Маргарите это стремление показать как человеческая душа отнюдь не в чистилище а в самом аду тем не менее остается человеческой душой и не подвластной никакому Воланду мастера